Из организатора путешествия у ассистента фармацевта по такому пути сейчас идет Светлана Приваленкова. Русское обещание продолжает рубрику о тех, чью жизнь за последний год на до и после изменила эпидемия коронавируса. Только что Светлана Приваленкова вкратце рассказала о том, как пандемия изменила ее жизнь. Для тех, кто испанским не владеет, рассказываем, Светлана снова студент в свои 35. Так получилось, когда закрыли границы и туристы больше не смогли приезжать. Туризм то, чем Светлана занималась 16 лет. Помимо испанского, из иностранных языков успела выучить еще три. Английский, французский и турецкий. Теперь учат язык лекарств. Держи, держи, вот, почитай. Выучишь состав, ответишь наизусть. Хорошо. Со всеми латинскими названиями. Когда-то рабочий день Светланы выглядел вот так. Я была организатором. Это была офисная работа. Я должна была забронировать все необходимые услуги для группы. Гостиницы, автобус, гидов, рестораны. Разработать маршрут, забронировать определенное количество комнат. И так далее. В общем, дел много. И все нужно проработать до мелочей. Год назад все резко изменилось. У меня уже были проданы группы в апреле. И неожиданно все остановилось. Это моя любимая работа. Это мое в последние 8 лет, это мое детище. Это мой бизнес. Конечно же, мне до глубины души было обидно, когда в один прекрасный день меня этого в сложившейся ситуации просто лишили. Теперь никакого офиса. Вот уже второй семестр. Светлана учится на ассистента фармацевта. Четыре дня практики, два дня учеба в колледже. Несмотря на то, что у меня есть четыре иностранных языка, нужна профессия. Мир изменился, мир меняется. Я давно хотела учиться, но как-то всегда откладывала этот вопрос. И тут так произошло, что все сложилось. Учиться всего два с половиной года. Впереди еще два. Так что Светлана пока только в начале пути. Когда началась химия, это было очень интересно. Потому что я первым делом побежала в библиотеку брать учебник старших классов школы. И ты сидишь дома и читаешь. Первые полгода, конечно, до рождественских праздников, до Нового года были очень сложные. Тем временем в аптеке уже свои обязанности. Например, расставлять лекарства и помогать аптекарю. Четвертый номер? Да. Нету четвертого. Тут только третий родмилочка. А куда их? Есть на склад. На склад? А сердечные капли? Работать в аптеке Светлане нравится. И она уверена, учебу закончит. Но и по туризму скучает. Когда все вернется на свои места, хочет совмещать две профессии. А когда это будет? И как это будет? Мы никто не знаем. Мы живем надеждой. Надеждой на то, что вот-вот поедут, вот-вот приедут. Это еще будет несколько лет. И я думаю, что я успею закончить учебу. И к тому времени у меня уже будет опыт, достаточный опыт работы в аптеке. И посмотрим. Евгения Копылова, Марис Юргенсенц, Латвийское телевидение.